У кого? Какой? У нас начинаются пики второй карты Альянс против Фнатик Смотрите, Фнатик сразу избавляется от Чена Хватило ему Чена в прошлой игре Первый пик будет у Фнатик Захотят ли сами забрать какого-нибудь Фуриона? Да, Фуриона вполне, Фуриона могут использовать грамотно И Охай на нем хорошо играет Я даже думаю, что Альянс не захотят такого развития событий Раздымает Фуриона, а что? Ну ладно, сначала Ну да, ничего Ну не, выход на Фуриона Хотят Фуриона А тот Фурион есть, и Иоспирит И ОД А Иоспирит, если ОД расценивать, конечно Фурион, я не буду давать Это опять, это была ситуация против Тим Спирит такая же Альянсы посмотрели Там за последние 10 игр О, Фанатики не играют, Иоспирит А давай им просто в паре, мы выпускаем поиграют Как Тим Спирит, пускай поиграть Альянс, возможно Ветрайдера они любят, ну вот если вообще ничего нет Чем играть? Ветрайдером играть Все верно И Венгу можно сейчас на ФП Снать-ка, брас И контрить Венган на ФП Ну Орак, ну не знаю, Венган на ФП не так плохо В определенных раскладах Вот, это один из тех раскладов Где Альянсы скорее всего будут играть через Волочь Ну и в конце газов еще есть вариант Вайда Альянсы через Вайда тоже вот Альянсы через Вайда тоже умеют играть Не аналитик, а предсказатель Не, ну это да Учитывая, что ты знаешь Что враг любит Бетрайдера Можно что бы сразу Венгута и не лезть Ну еще есть еще кто-то живой Альянс сейчас брал бы как раз таки Ну того же самого Бетрайдера, ничего страшного И Орспирита просто забирал дух этих персонажей Орспиритом они вообще играют? Играют Играют у них играть на Орспирит Тогда можно Да и Бульдог сам может играть на Орспирит Видел я в его пабах Он поиграл на этом персонаже И Ваня наверно тоже видел Ты думаешь он смотрит? Да он вообще не смотрит Вообще не смотрит В зеркало только смотрит часами Ну да Приходит домой и смотрит Пак Вич Доктор Гр... 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 Граждане Пак и Вич Доктор Пришли к нам в пик Нейтральный очень пик такой То есть выход абсолютно в любых героев дальше Не показывает вообще ничего Спрятали просто Ну как бы показывают middle Но в общем-то и пофигу Говорят у нас Пак в медиа Ну и дальше как хотите Ну вообще по-моему Для фнатиков сейчас ОД это замечательный будет вообще пик И герой здесь Вот Где-где А здесь ОД Ты берешь ОД Дальше ты выводишь пик так Чтобы у тебя был еще какой-то физический ДПСер в лейтгейме Дизраптора можно захотеть Убираешь пару каких-то... Да ну нафиг этого дизраптора Ну а че? Контрит и того и другого Можно без хлеба Ну и хороший герой пить Контрит и того и другого без хлеба Ну не знаю ОД Инвокер Ну ладно Думали Возможно между ОД и инвокером как раз мидера Выбирали Мне ОД больше нравился Если честно Ну возможно Миша чувствует тебя Или Мидван Да Или Мидван чувствует тебя более уверенно на инвокере Все-таки не айсберг тут играет А это единственный человек на планете способный Нет не единственный Но айсберг то мы знаем что более уверенный в этом герою Чем возможно ВОД Чем возможно Мидуан или Муфин Возможно действительно Вообще сейчас по моему ВОД все уверены Я думаю все мидеры должны были на нем Пабликин настолько стал популярным Что на нем очевидно все Наиграли своего количества часов Ну посчитали что инвокер поинтересней персонаж Хотя чем-то отдаленно они похожи То есть это оба героя которые Ну не очень любят выхода в какой-то там лейт гейм Где много БКБ И все равно нужно к инвокеру добирать физического ДПСера Ты не можешь сыграть в еще одного мага Потому что тогда тебя полностью могут законтрить БКБшками И ничего ты почти с этим не поделаешь Кем станет играть бульдог в таком раскладе? Ну до сих пор есть бестмастер Бестмастер, Клокверк Нам подходил вчера дрэмер и говорил что Альянс очень хорошо играют с Вайдом Так тут линга Не ну конечно да Вичдоктор пак все равно не классно Они кстати могут попробовать война сейчас Я удивился почему они не взяли просто байдап плюс ВД Ну что ж есть пак Только есть пак Кто будет банить этого пака вот так внезапно? Против С4 Легко могут забанить пака внезапно Так мне кажется вот виспы Бест тот же Ну мне кажется до пака бы не дошел просто пак А как вам Дум? Кто? Дум Хороший герой да забытый Неожиданно ты вспомнил? Ну я просто вспоминаю на каком бульдог еще проявлял себя А вдруг сейчас это будет не аналитически предсказать? Ну и вообще кстати будешь прав Потому что это пак который ну типа герой поддержки на самом деле Если туда еще добирать Клокер какого-то То ну Слишком много герой поддержки Нужно совсем уж жесткого брать Медузу просто практически Не ну Войд более перспективно смотрит Да Войд хорош Ну и Дум кстати вот Вам молодец Не просто так тут сижу Просто так сидишь но тут молодец На то мы порешаем Хорошо Ну альянсы вот и задумались теперь Время до пикации Вот этот герой Для Хенрика Анберга Да интересный персонаж Он уже играл на нем Это мы видели Он играл на нем на Старладере На Старладере Все верно Взяли вивер И кстати развалил он там очень знанты кабинеты Да ну там просто у него лайн практически фри был Он там гонял, гонял, щемил Результат был А как это было достигнуто не особо важно Но там вивер они добирали ласт пиком Когда уже знали что будут лайны слабенькие И что можно там будет постоять Здесь то могут усилиться фактики Здесь я вообще не понимаю Зачем так рано брать этого вивера А вдруг это керри неожиданно? Кто знает? Керри вивер выглядит как-то невнушительно Керри вивер выглядит как-то невнушительно Ну майки Он даже чисто визуально не производит Сларк тоже не производит Но иногда бывает тебя как Сларк Ой-ой-ой, дроурейнджер А теперь этот пик становится внезапно классным Что-то мне не понравился пик вивера на 3 А сейчас я думаю молодцы Исправляются И ведь знают как делать И ведь забанят Кого забанят? Ну визы же знают забанят Альянсы кого могут захотеть здесь? Бэйна могут взять Честно сказать на их месте Ну да, еще одного ранжевика добрать всегда нормально Под страту с дровкой Но можно подумать и о каком-то Каком-никаком Спиритбрейкере? Ну танчики, да Спиритбрейкер Саппортсвен какой-нибудь Спиритбрейкер, да, хороший вариант Максимально хороший, ничего ему не надо Бегает там, танчит Как-то открывает драки А бэйн визаж Что-то из этого Скорее всего будет Не думаю, что что-то другое Да бэйн Ну вот Я, если честно, не фанат вот этой стратегии Где ты рассчитываешь только на свой дпс И на то, что ты выиграешь лайн Урон по вышечкам не нужен Сейчас еще как-то себя ослабили Им бы как-то подумать о том, чтобы драться в мидгейме Войт, ты можешь поставить купол Но это уже один герой, который вообще не дерется Бэйн, кстати, это парень, который может пойти с вивером И вдвоем они там подавляют дровки Два оружия Будут убивать лайн А вдруг абадон Вивер абадон Вивер старый Хорошая стратегия Но абадону не нравится против Спирита играть Войта тоже не очень нравится абадону играть Да, в принципе, с одной стороны нету С другой стороны лечат и лечат себя Да, сам лечат, все хорошо Минус Геракоп Это, кстати, тот самый керри, который был бы неприятен, если идти даблой Скорее всего, реально хотят идти даблой Вивер плюс один И Бэйн хороший кандидат В партию Олеж Родж опять на керри Взял бы в партию Бэйн если Принимаю Он усыпляет внимание Усыпляет бдительность Усыпляет бдительность Усыпляет бдительность Я голосую за абадон Я голосую против всех А для Fnatic кого? Для Fnatic Супер Есть Для Fnatic нужен керри Герой какой-нибудь мощный, сочный, молодежный Опять лишь врага для мужа? Надо бы подумать хорошенько Получше, чем подумал я Я понял Да Получше, чем подумал ты Не знаю Желательно, ну точнее почти обязательно ренджа Какого-то мощного, сильного Тот самый рендж Которого нам не хватает Тот самый рендж Свен работает? А, и правда абадон Ты смотри Это не аналитика, предсказатель Не верится Какой-нибудь ренджовый Я уже Клинкса много советую Еще раз Пропихиваю кандидатуру Клинкса сюда Ну абадон вивер, у вас добла, ребят Че делать? Свен Хотя Свен, ну абадон вообще Свен полная шляпа Нужен как просто ренджовый герой, который будет постоянно бить и разбирать Клинкс Пью, пью Маленький бизнес-керетик Клинкс в Vengeful Spirit это ну Лайн совершенно на помоечном Там Ears Spirit еще Земля Помоешь Ну нет, ну серьезно В Азии нас очень любят еще луну какую-нибудь взять Про луну я думал Просто луна И все Луна совсем все Как свовар прям Сидят тут Давай Еще немножко соли Ну вот нотки луны есть Ну луна не пахнет в этом пике Не пахнет Букет эпика не раскрывается с луной Да, тут урожай 1876-го Если луну пикнуть, именно он Точнее 2007-го, но не важно Такой аромат Ну не, луны здесь не хочется И сейчас луна И побеждают еще в мясо И тогда мы Ну какой клинкс нет? Уходим Что-то уверенное Снайпер Разминаюсь Тролль Из серии Снайпер Тролли Луна Прям туда сейчас Ну все-таки с вами Тот самый ранджавик Ну почему? Ну Альянс 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 Ну альянс Ну альянс Ну альянс Ну что ж, комментаторы А что думаете вы? Вам слово Спасибо, Иван А что мы думаем? Что вот ты думаешь? Отличный пик Хорошо Мне нравится Ну мы сидели, мы смеялись Мы говорили там Опять же луна там Может быть еще кто-то Ну а Свену говорит Ну точно не Свен Иначе Лос сейчас будет просто недоволен И тут вот тебе Свен Да, Лос сейчас уже гневно пишет опять там у себя в твиттере Уже номинация Лучшая комбинация года Я думаю имеется Да, Фесса Своид вместе со Свеном Или Фесса Своид с лайфстилером Они как-то тесно пересекаются Ну пока еще непонятно кто побеждает Но будем делать выводы уже непосредственно после игры Потому что сейчас рано что-либо говорить Да, эти два персонажа друг другу немного мешают Но Свен может забафать своих тиммейтов до такой степени Дать им слишком много армора За счет чего в общем-то Будет плевать на жесткий дэмэдж команды Альянс И представим команды Муша у нас будет играть на Свене Диджей играет Эр Спиритом Мидуан играет Инвокером Нет на Винге И Охайо Войт Ну и команды лайн стороны Дайер Эсфо на паке Аки на Вичдок Релоды на Дроу Рейнджер ЕГМ на Абадони И на вивере Адмирал Бульдог Ну и лайнапы Как я понимаю вивер вниз На центре будет стоять Кто у нас В центре пак наверное будет стоять Хоресю пак да Ну и фармящая Дроу Рейнджер Да, именно так мы видим по ролям По закупам ничего сверх интересного Нет никаких там неожиданных тапочек Фаст Вроде все более-менее дефолтно Стоит вард в миде От Alliance Вижу зелененький вардец От команды Fnatic Снизу поставлен на линию В общем все более-менее дефолтно Пока нет каких-то там суперинтересных вардов И Рошана никто не убивает Да Вот Был у нас Рошана В первой минуте уже Первый матч был интересный И самый длинный И Рошан Ну вот мид 2 на инвокере Герой такой более сложный Для исполнения На тупларке он играл очень круто Возможно Герой, который поможет ей играть Все-таки Под хроносферой можно Закомбинить очень много чего И 12 киллов хватает благо Да, и поэтому Здесь игра будет больше заточена Наверное Вокруг именно Мидуана Нежели Вокруг Свена Почему? Потому что если Будет стоять хроносфера Свен свой ДПС не реализует Это огромная проблема Свен такой некий Получается герой поддержки За счет варкрая Но при этом Он еще должен выполнять роль Вот этого врывателя В какую-нибудь Дроу Рейнджер Прыгать Дает ей в лицо стан И Надо убивать Центричник стоит заранее В случае чего Будут разварживать Всякие хилочки У нас доползают Это все Более-менее дефолтно Готовы паку помогать Со всех сторон И варды И саппортером Стоит Убегает Медван Медван Кстати изучил именно квасы Это достаточно интересно Это будет не экзортовый инвокер Хотя может быть это и будет экзортовый инвокер Только он изначально решил пойти в квасы Но если это квасовексовый инвокер Как-то сомнительно Он смотрится Мне не очень нравится этот вариант Есть уже врыв на эсфора Эсфор арба у него в адкате Кстати эсфору очень больно Но нет нет Его забрать естественно не получается Будут очень серьезные проблемы Потому что дроу рейнджер дает ауру У пака много урона А у инвокера квасового как раз таки Прямо джинни будет И там будет просто дэнать на дэнае И инвокер может и без фарма остаться Будут помогать земляная панда Постоянно приходить врываться Но пак такой герой Которого сложно убить Только если он прокастует арбу Фейсшифт Только тогда можно как-то постараться Сделать так Вот эта связка героев Абадон плюс вивер На самом деле довольно таки старая И использовали ее Много раз в свое время Вспомнили сейчас альянс Про этих персонажей И на самом деле в харде Будут делать очень много грязи Не говоря о том Что там же еще и все это Под аурой дроу рейнджер Вивер две тычки дает С дополнительным уроном Очень больно Как же тяжело сейчас будет Ребятам из фнатика Они могут быть не готовы Очень наглая игра От эсфора лезет Прям под тауэр Хорошо доджет Но замедления нет За счет этого наверно Все таки отсюда уйдет Если бы попал бы этим Роленбалдером Я не знаю эсфор Либо случайно задоджил Либо так получилось Непонятно В наглую На нета Прям под тауэр Есть армор Вот тот самый армор Который уже сейвит довольно неплохо Хотя только-только игра началась И все не пробить просто Вивер все таки Задолжено больше Иначе просто эсфора Эсфора Эрспирит на прошлой карте Он в принципе не был Ни в бане, ни в пике Его просто заигнорили Но вот распылился от фнатиков Опять же Как я помню диджи на нем Очень неплохо И много играет Престегует эсфу вообще уже Все эти три минуты Престегует дальше, дальше, дальше Там готов мидван ворваться Как-то немножечко диджей Да Он понял, что там могут его обмануть И в итоге он не стал ставить камушек Чтобы укатиться подальше Если бы он вкатился в эсфора Этот товарищ мог бы умереть И его бы получилось забрать Просто он не захотел прыгать прям по тауэр Ладненько На топе Ахайо Ахайо терпит У него третий левел Берет первый скилл в две единицы И пассивочку в единичку И так же стоит у нас тут вардец Который будет показывать Чем занимается вражеский хордец Хардленер фармит Не фармит Что он там делает Все это видно И довольно приятно Против вайда в принципе вард правильный Потому что аэронталон идет фармить Ну без сайланса убить вайда вообще нереально Потому что там таймволка Одних кассок явно не хватит Ну и лода я думаю даже не будет стремиться Пытаться кого-то убить Он просто будет стоять и формировать Потому что фармить здесь лода Внизу фармит бульдог То есть по крипстатам видим Что фарм идет и там и там примерно одинаково В то время как тот же воид просел по крипстату Незначительно Но в целом пока что аэронталон на всех линиях Чувствует комфорт И у муши проблемы И у муши проблемы И эти проблемы будут только расти Разве что инблокер там как-то подключится Но и пак может подключиться Вот, вот они Те самые проблемы Адмирал бульдог набирает левел У него урона уже достаточно много халявного Он просто идет на нет В наглость Сейчас еще одни шикучи Буквально через 2 секунды Сформы грызут Нет не может этих сформы поломать Это ферсблат Вот так вот легко играючи Адмирал бульдог Практически под Т2 Тауром делает ФБ Приятная игра от бульдога Да, очень просто получилось Тыля бульдога, извиняюсь Ну муши далеко был Уже не пошел просто не побежал С варкраем этим И да, под абадоном Этого эвира строить просто никак нельзя Там гусы приходится себе таскать Все очень плохо Стратегический альянс сейчас переигрывают Своего противника на всех линиях У пака в миде Крипстат 4 на 15 на 3 А кстати инвокер 17 на 7 Ну инвокер действовал с помощью эрспиритов По сути всю игру, согласись Да А пак стоял один всегда К нему ни эгэм, ни аки не приходили И муши внизу Муши Варкрай нажимает Бульдог Еще один удар Но муши опять же Он то живет, но как же сложно Как же страшно подходить к крипам Потому что ты понимаешь, что ты моментально можешь погибнуть Ситуация идентичная с Вайдом Вайда на топе тоже не убивает Но ему на лайне стоять толком не дают И Свен тоже Вроде как бы его не убивает Но он и не фармит Это же керри Ладно ахайя, он хардлейнер Он может терпеть А вот Свену то надо фармить Ему и так будет нелегко из-за этого Вайда по игре А тут еще и пофармить не дают Ситуация плачевная Вот смотришь на этого Вот который сейчас в лесу сидит На этого диджея И понимаешь Если у него будет высокий левел Он так вот сейчас вырывается Не докатился немного Не суть Если он поднимет себе хороший левел И будет ложиться на голову вот этим товарищам Давать сайленсы и прокасты Да, одного кого-то Абадон сейвит Щит сбивает даже ультимейт и сайленсы и все-все-все Но Абадона на всех может не хватить А прокаста уешной И вот Earth Spirit в этой игре может сыграть ключевую роль Если будет грамотно раскастовываться Но, как мы видим, он пока исполняет роль Роумера И вот левела ему банально не хватит Для того, чтобы быть полезным Настолько, насколько он может быть Может быть полезным Ну вот он исполняет роль Роумера Но на деле у него нет ни фрагов, ни ассистов Он толком Тейпаку сильно не мешает Соответственно он вроде на карте есть, но от него особо польза 0 Может быть стоит уйти вниз, помочь там тому же Свена Помочь Винге Потому что он у нас интерьер стоит Но он больше стоит в лесу, знаешь И просто ожидает А внизу EGM с бульдогом Наглеют, заходят Крипов под тебя отводят Чуть не боятся по tower farm Ну в принципе не сложно У него есть топорик 75 урона, если ты хорошо играешь А вроде как муж неплохо и долго играет Поэтому Тысяча сейчас золота Поглядим вообще, что будет за item build СФО руну И забирает СФО уже тихо ненавидит этого диджея Он говорит, что ж ты ко мне привязался Отстань, иди вон уже куда-то на другую линию У тебя у Свена проблемы Вот кстати, может быть если бы диджея подключался вниз Как-то получалось бы хотя бы от того же EGM отогнать А то заставить его потратить ману Не знаю С другой стороны Инвокеру не помогай У него там вообще будет супер беда За счет этого Инвокер сейчас хорош А как мы уже говорили Наверное больше будет решать именно инвокер Нежели Свен И не зря ему так много помогает диджей Винга конечно очень богатая Бегает По ворду По ворду У нас бегают ребята Надо хотя бы ботинок конечно купить Без ботинка Очень увеземо Ну пытаются выйти Кстати вот с Веном мы говорим, что все плохо Плохо А крипстат то у него весьма неплохо 30 крипов Он не погибает Он все равно формирует Возможно там пару жуков было от вивера Но тем не менее Стоит тогда должное Муша молодец Даже за жуков нормально денег дают Там почти как за гриппа Что вполне вполне норм Ну я думаю будут максить клип Будет максить варкрайс Танчик единичку По стандартному Прокачка Ну и под вордом просто Какие же крутые ворды есть в онлайн Они все видят Они все знают Все эти ганги просто уходят в никуда Сейчас два саппорт теряет попросту время Они стоят и ничего не делают Никакой пользы На центре и пак начинает более-менее фармить Но вот пока терр спирита пользы не много Он без опыта он не убивает Если ты не убиваешь то опыта не получаешь Если не фармишь опыта тоже нет Ну и вот он сколько лвл 2 лвл Ну вот третий лвл Довольно интересный скилл билд Выбрал конечно у нас инблокер У него на 3 единицы взят квас На 3 единицы взят векс И на единицу экзор Чтоб форш спирит был Интересно очень Да 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 Я вначале подумал Может быть он все таки будет играть Через макшен экзорт Но нет Он решил вот таким вот образом Не самое стандартное решение С его стороны Но за счет дополнительного форш спирита Можно хоть как то попроще ласт хитить И пока у нас довольно серьезно нагнетается Обстановка на топе Снизу муши там фармит Причем он так фармит Если бы его сейчас там спалили Это была бы беда Так как вивер бегает очень быстро Смотря на довольно высокий винрейтер спирита Против абадона у него совсем плохо Только одна победа в 5 играх Ну да потому что абадон по сути это прямая контроль Контроль да Сайлона снимать и Ульта снимается Ульта В принципе абадон вообще много Кого контрит любых дизейблеров И вот на этого абадона сейчас могут напасть Но с другой стороны Хотелось бы конечно убить пака А не абадона Но если абадон рядом Пака ты точно не убьешь Поэтому здесь вот этот ганг Он достаточно сомнительно смотрится Как бы сейчас сами не отъехали Как же читает альянс своего противника Боже мой Вот почему абадон здесь Он же не просто так Он явно здесь не просто так С4 поддамаживает Мидуана Но там есть и торнадо И в случае чего в инвиз можно всегда уйти Поэтому убить получится Опять же саппорты стоят и бездействуют Сколько времени На топе поставили минуту Здесь еще минуту Столько времени Ничего не делают вообще Они как будто знают Ставится дремкуэл Мидуан Дать бы туда еще и сайл Сайленс есть А почему в инвиз то не ушел Ни торнадо Ничего не было проюзно С4 подстрял Будут его пытаться забирать Вкатываться не удается Понятное дело Там хроносфера С4 очень больно Укатиться отсюда не получится Откиливается С4 Немножко упрыгал В итоге выживает Свен бежит под варкрайем Но никого догнать не может Виверу надо быть слегка поосторожнее Ахая был под армором Армор заканчивается Ну минус нули двоих Вивер наглеет Таймлапс будет Если прожать стики У него там 10 Там даже нажимать не надо Там уже будут почти фулл хп Фулл мана Поэтому да Забрали инвокера Спасли пака Там стан дал Свен Момент когда только бинга его кидала То есть Произошел всего одну секунду Не сыгрались Если бы эта секунда была дополнительно станут А пока бы убили Поэтому книжка не доиграли Сейчас фнатики Это 3-0 И сколько эти саппорты бегали Ничего они в итоге не сделали полезного Только потеряли инвокер Ну и медван тоже Да вопросы У тебя было столько времени нажать с хилл и Конечно Там было секунды 3 хороших Там не было секунды Торнадо дать он мог Инвиз Попытаться уйти А там вижен это по сути не было никакого Возможно было конечно колдаун инволка Нет 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 Там у него были колд снэпы торнадо И он Мог это все кинуть И потом сразу нажать инвиз Либо просто нажать инвиз И уйти У него там вариантов было масса Даггер появляется за счет вот этого всего Быстро Драгонлендс имеется у дроу рейнджер И вообще по шмоточкам у нас арканы у абаддона Довольно приятно Персик плюс аквилл я видел У адмирала бульдога сейчас она прилетит Он видать ее принес Но она до него не дошла Потому что у нее есть супер айтем за 75 голды Который помешал Да он у него в стэше аквила Драгонлендс вообще штука крутая В плане того что во-первых можно его разобрать Потом в лейд выходить там в бкб Ну во-вторых что пока Свенда этой тракса добежит И начнет бить Тракса уже этого Свенда давно разберет А Муша нужно подходить в контакт Тракса как раз таки этого контакта не хочет видеть Поэтому выбор действительно интересный И очень быстрый блинк от пака Слишком еще я бы добавил большая ставка на инвокера вместе с вайдом Если на инвокера еще ставку можно делать То на вайда я бы ставку большую не делал Так как если он в харде не отстоит хорошо Ему тяжело там отстоять Нужен даггер Даггера нет Хроносферы хорошие Это просто рулетка Повезло поставил Не повезло не поставил Барт просто на миллион от команды Alliance Они все видят Они все знают Они не видят как у него диджер Но видят инвокера Позиция Ты посмотри как они позиционно стоят Грамота Хроносфера по двоим Залетает стан Правда немного рановато Дримкойл Пытается там как-то помочь лоде Лоду конечно же забирают Еле-еле Но забрали Нет пытается уйти с телепорта И он вроде как ушел Такой вот наглый ганг На вражеского керри Нападение А кстати убьют ахаю Да да есть фраг ответный Не зря тут ребята стояли Позиционка довольно хорошая была Нету не дали за тп Он же вроде ушел с тп Ему банкой сбили Видимо он каски да полетели Ну и нет погибает Ему сбили Сбили по ходу телепорт И не улетел Если бы эта ситуация лода не погиб Вопросов бы не было Кстати увидел аспорт стаки Нет все равно замечательно Стаки фармить некому Alliance не смогут и зафармить Ну только тракса там подойдет Нужно будет в помощь абаддона Потому что сплошала Я тебе сейчас вот так вот скажу А может агоним купить траксе и все И все Вообще от траксы сейчас Главное не умирать От траксы реально пользы На самом деле По минимуму Она в качестве такого баффера Как это было в игре По моему Когда вот против спектры Там вчера у нас еще закаточка была Там был дроу рейнджер Против спектры Но там на самом деле Больше решал фурион Под аурой дровки И если бы там дровка Не сильно подставлялась И фурион бы сплитал Короче говоря Дроу рейнджер Там была в качестве баффера Преимущество по экономике Довольно серьезное Альянс Там под семь с чем-то тысяч Золото и экспы В общем-то Что и неудивительно Как же много эншентов Но вот как бы их своровать Думают Альянс На самом деле у них не получится Там можно и закинуть В узком проходе Хроносфера Пока она в кд Но Кд не бесконечный Молки ставит Вард Просто Вич доктор Да они его здесь Разобьют Разбивают Понимаются прекрасные Альянс Ну Опять же Варды так идеально Альянс ставит Уже не первым мы видим Вард Который спасает им жизнь Вот что делать я не понимаю Вот этот Свен сейчас Заберет крипов Там много денег Очень-очень серьезная Может быть диспозиция Хорошо Врывается Эсфор Цепляет двоих Тут есть небольшой проказ Но диджей все-таки Засейвить инвокера не смог Заткидывает торнадо Перед смертью Ничего больше Слава Богу Хотя бы Свен успел зафармить всех крипасов И ушел оттуда Иначе было бы совсем все плохо Неплохие тайминги выбрали Альянс Но чуть-чуть буквально Вот раньше бы начали Убили бы двоих И еще забрали бы Может быть теншентов Там Свен мог бы просто убежать Крайне все плохо Сами себя контрят Просто сами себя контрят Фнатик Вот что это за торнадо ЕМП и так далее От инвокера Он что будет это в хроносферу юзать? Ну это же Это же даже Короче Ну замачено Вэкс уже как бы говорит о том Что это будут ЕМП Не совсем это понятно Фнатик Сами себя перехитрили Сами себя перемудрили В этой игре Что-то сделать Будет крайне тяжело Очень тяжело Я бы сказал Практически нереально Я не знаю Какое чудо должно произойти Альянс Должно просто встать вместе Под Штромхаммер Свена А тот такой прыгает Для Даггера Под ГДСом И делает пару тычек Вот тогда да Но Там не то что Штромхаммер Там хроносферу На всех не получается поставить Так что И вот видишь Айеки сдается Виверу Не Дроу Рейнджер А потому что Вивер здесь Главный Стратегия скрытого Керри Все думают Что Керри это Дроу Рейнджер Но на самом деле Это Вивер Ну и все фнатики Что самое интересное Видели что это Рошан И имели хроносфера Но идти туда просто Спасания Это Муж еще нужно Очень много фармить Керри Который требует Много слотов Сфок кстати без арбы Можно прыгать Арбы то нет Отлично Эсфок Какая же реакция Уже не впервые Мы видим Чем дефит то фнатики Чем откидываться Уже пол вышки Пало Показывает что по сути Нет ведь хроносфера Еще очень долго Без хроносфера непонятно Свен там с одной яшей Ультимейта так же Сейчас у него не будет Ну вот полетели ветра Верните термокамеру Пожалуйста Так и бульдог без мангстить Остался Но бульдог с аегисом Могло фармит там свен Как бы Ну пусть фармит Мы убили тир-3 Мы пойдем дальше Заходим на РЖО Брак Его сейчас убиваем Опять же что мог сделать фнатики С хроносфера могли бы ворваться Без хрона Ну вот есть Вот сейчас единственный момент За который можно зацепиться Ну тут сразу идет контр инициация Диджей под жестким фокусом Нет также погибает Минус 3 в общей сложности Ребята не успели начать файт Как уже его практически закончили Настолько дичайше ДПС у ребят из Альянс Торнадо ЕМП Этот инвокер Который по сути Ну дал торнадо ЕМП и все И все Просто понимаешь 16 минуту на дворе А там уже говорит Что-то говорится о том Чтобы убить Браке Альянс понимает Что как-то ребята Мы наверное не могу рановато Давайте мы еще вот поломаем товара Там еще Можно даже следующего Рошана дождаться Но они будут идти дальше Они будут идти дальше Нам показывают статистику Показывать все Насколько сурово Там по 10-10 тысяч уже золото Преимущество Огромное просто Даже уже больше 14 тысяч золота Это на такой минуте Это просто огромная цифра Но еще сходя страна Это ошибка Которая привела К дикому сноуболу Что сейчас делать Известно Я думаю даже самим Фнатики не знаю Конечно Они еще пытаются отбиваться Но в целом Стратегия на игру Как играть от защиты Непонятно Ну что А у нас отойдут В принципе Таикс имеется Все скиллы Ну там еще пак без ультимейта Дезворда нет Но эсвоз Как круто играет Как дает свой сайленс Постоянно Вот эта контр инициация Когда инвокер уже все Готов раскастовывается на максимум А тут сайленс и все И ты не можешь больше ничего сделать Ну да и вивер 9 тысяч нетворс Там уже линка должна быть готовая Вот тут реально не понимаешь Зачем нужен войд Если инвокер изначально собирался играть Через квасы в ексы Если у вас будет керри свен Зачем брать им Зачем брать войда Ну вот что толку От этой хроносферы Ну ты же не дашь В эту хроносферу Нормальных скиллов Кроме емп Ты ничего не заюзаешь Емп контрится там Покупкой пары Арканбудс Либо ты просто тупо Не встаешь под хроносферу Потому что Войд со своим прыжком Да Он хорошую хроносферу Никак не поставит Очень очень Непонятные действия Со стороны Фнатник Напротив Очень хорошо понятно Что хотят альянцы Все Достаточно легко читается И Делают они Самое что ни на есть Обычные вещи Но при этом Они вообще не ошибаются Вот он муши Подзагулял Бедные муши Да Он успевает стандарт Пак Фэйшев дал Потому что на него полетел Ну и муши Варкра сильная штука Варкра сильная штука Там под рога лэнсом Раньше просто огромный Утраксы Не смог даже убежать Варкрай вайркрайм Но дэмоджа слишком много Лайнс Магического Физического Всего понемногу Видимо и нетворца Неприятные Войт 3600 И Стоит опять же отметить Саппорты Которые бегали Эрспирит и эвингалт Эрспирит Насколько он бесполезен Насколько он здесь не нужен Вообще ничего полезного Фактически не сделал Не Я бы не сказал что тут Проблема Эрспирит и проблема Ну ладно Наши аналитики разберут Но мое мнение Проблема в скиллбилде Инвлокера И проблема с выбором Керри Вот в чем проблема Либо проблема с выбором Харглейнера Если они хотели Именно так как здесь Ладно не важно пока все это У нас ЕГМ как-то совсем уже обнаглел Кроносфера по троим Довольно интересно Но ЕГМ я думаю пока трогать не стоит Все вот его сейчас Будут забирать Станчик заезжает Довольно неплохой Но одного суппорта Еле-еле толпой забрали Все потратили Для того чтобы убить одного героя В итоге Ахайо Тоже по идее должен погибнуть Нет у него есть все-таки прыжок Отбегает подальше Барак пока никто не фокусит Аке Забрали Аке С4 дает Сайленс Сайленс Сразу же еще один Узывается сверху от Дроу Рейнджер Ахайо погибает И начинается фокус Барака В три жала Просто разваливают Муши там со своим бешеным дэмэджем Пытается избавиться от Сформа И как бы Барак дефать тяжело Есть уже какой-то телепорт Это девятнадцатая минута на дворе Ой-ой-ой С4 как же не по таймингу Вышел из шифта Разорвали его на части Ну то Лакрити довольно неплохо Бафает Пошло Торнадо Никого не цепануло Еще и за бульдогом погонится ведь Но уже не найдут Но Барак то стоит Что самое интересное Да они его убили долго Да они убили Вайдан Но в целом для Фнатик хватит конечно плюс Они выявляли Аегис И это не только за пак Еще же ведь были деньги за то уже Вич Доктора Поэтому Ну по графикам да Особо не видно Что Свет есть Над тучами Но Фнатик все таки имеет героев Если они закомбинят Опять же еще раз Такая хроносфера по троим Которая зашла То убивать ведь можно А что толку Ну даже зашла Зашла эта хроносфера по троим Причем они убили Абадона Ну да Мы убили только Абадона Ну вот инвокер Причем они убили Абадона У которого уже ульт почти закончился Если бы у Абадона На тот момент не был активирован ульт заранее Да До хроносферы То они бы даже Абадона не убили В этом то и проблема Что Прокаст вообще какой то смешной И непонятный до жути Либо уберите Вайда из этого пика Либо Пожалуйста играйте инвокером через экзорты Как то вот так Потому что инвокера там Холили Лили Эли Эрспирит полностью себя отдал Для того чтобы инвокера там Не страдал от пака С бафом дроу рейнджерки А по итогу что это такое Вот как то Как то вот так Ну зато у него 3500 голды Пока На что потратить не ясно Может быть Какой то агоним себе купит Не знаю Черт его знает Что тут поможет вопрос Даггер вот уже есть у Свена И Даггер наверное себе может вполне кстати купить им Инвокер Вопрос в том насколько он ему нужен Ну вот он пак у нас хорошо обрывается Правда падает прямо под сайленс Ему это не мешает Будет жить Поднялся я в Юлы Баночки полетели Хорошая казалось бы хроносфера По троим получится ли что то сделать Стоит Дезвард Дезвард Просто отогнал В итоге непонятно еще кому больней под этой хроносферой Ой 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 Ворвался хорошо Свену Вот тот самый Штурмхаммер Которого мы ждали Получается сделать пару фрагов Дроу рейнджер развалилась Есть фейсшифт С4 пытается жить Свап и его не отпускает Юлы Арба есть Фейсшифт тоже имеется Прячется Даггераут из этой рвук Как же жестко здесь отыгрывает С4 Просто на себя стянул всех Но опять же Погибает Дроу рейнджер Погибает Ну там уши Ворвался с ультимейтом Под элегрить Вот этот блин Который не видели Лайнс И просто станут по троим Да Ну вот тебе и Фнатик Даже без ВД Эта сцену уже потихонечку набирает мощь И тысяча золота после блинка Это называется Расслабили буки Расслабили Да Хоть и графики опять же Лайнс огромные Но они не спушили еще полноценно Даже одну сторону Даже вот центр Медличный барак Расслабляться нельзя Нельзя ни в коем случае Да Сильно торопиться нельзя И естественно Попадать под хроносферу втроем Во-первых нельзя Причем у Вайда Можно посмотреть и Вайда Вообще есть Таггер он себе купил И вот Он вообще пустой фактически Да Без даггера хроносферу по троим ставить не должен Как ни крути Это все потому что торопятся со сносом бараков Проблемы небольшие у ЕГМа Но у него есть ультимейт Он его благополучно активирует Сва был потрачен Поэтому этот ганг Никакой пользы не приносит Разве что сейчас можно попытаться уже забрать Тауэр Оттеснив своего противника А снизу Ахайо Под фокусом Пытается утистили порта Дэмэджа довольно много И не хватает ему времени Дочитать свой скрол Погибает Немножко захотелось Совсем Дабл дэмэдж руна Кстати Если есть Для лоды Практически под Рошана И Рошан до скоро Там все идеально складывается Там его и так сбреет конечно И без дабл дэмэджа Боже он какой же там урон Тут же никакая броня не поможет Такого дпс инвокер Покупает себе Ультра нестандартный Айтем Это ультимейт торп Ну имеется ввиду первым Как бы корр айтемом Ультимейт торп Саша Яша Появляется УСВ Адмирал бульдог Ну все ребята Ваш барак сейчас Кончится Сори но Там столько урона сейчас будет Надо сейчас идти в бой бы Вот чего бы не помешало Вся команда лайнс на месте Хроносфера правда тоже есть Все решили отступить Страшно Потерпеть до Рошана Гриф потрачен Но теперь уже Забирает свободно Аегис И можно потом уже Спокойненько заходить 7-0 у адмирал бульдога 105 крипов Все очень-очень хорошо По байбекам Только имеется Байбеку Вайда Но там не хватает Совсем чуть-чуть еще Эрспирита Насколько эти ребята там Пользы принесут Непонятно По айтемам Ну Саша Яша Последний шмот появился у Муши Мистикстав У Мидуана Значит будет скоро Хекс Я думаю до этого замеса Хекс появится Он тогда не будет байбека Ну решили Рошана просто оставить Фнатики уже решили Пытаться как-то прибежать Убить Еще и Меха Ну что сейчас надо попытаться Глифа нет И зайти по нижней линии То же самое Там тоже стоят голые бараки Убить там хотя бы Рейнжоу барак Было бы неплохо Тем более опять же Вивер с Дезолятором С Саегисом Там столько урона будет С еще будет Сворм повешен при даче Еще и Дезвард Под минус армор Ну все заходит просто шикарно Ну и Фнатики Посмотрим смогут ли ответить Теперь же Муши И Охай Это два героя Ну и Мидван Три героя которые очень важны Как они воруются Как они сделаются Дровки надо купить Линзу и Хекс Идеальная просто была поддровка Она будет сделать наверное какую-то манту Но Линза и Хекс это вообще то У нее Сайленс кастуется на километр Даггер прыгает на километр Плюс Хекс кастуется с километра Идеальная Дроурейнджер Бульдог Рона по троим снова Ну там отличный Дрюкл от С4 Да Контр инициация по сути в итоге получается Очень даже хорошая Вот ребят из Альянс Мидван перетерпел все эти прокасты Будет жить А вот Муши под диким фокусом Он это дело все перетерпеть не смог Также под фокусом Диджей Его тоже забирает Очень легко выигрывает этот файт Но он еще не закончился Есть два байбэка Забрали барак Но будут идти дальше Я не думаю что аппетиты Альянс будут Умеренно Хотя с другой стороны Не развели на два байбэка Мотива это нет усвоенной Это тоже очень важно Мне думаю же не так будет много файти Команда Альянс Которая в любой другой игре Уже отступила бы Она развела на два байбэка Она сломала бараки Подождите Перетерпите Похититесь и придите обратно Но нет Они идут дальше Огонь в глазах Ничего их не останавливает Муши бежит Под Аллакрити Варкрай В Линкен дает свой Штромхаммер Адмирал Бульдогу вообще плевать На все происходящее Он хочет забрать Орспирит Орспирит откидывается Есть Саленс по двоим Очень хороший Но это не спасает Бульдога Выбивает из него Аегис Там параллельно ломают Т3 Tower Воскрешается Бульдог Сразу получает Саленс Штромхаммер Хорошо заезжает Адмирал Бульдога Забирают Проказ небольшой от Esfor Не особо выручает Своих тиммейтов Егем погибает Аки банки откидывает Эрспирит наконец-таки Раскастовал свой ультимейт Шифтом сейвится Esfor Но его хексят И просто в спину расстреливать Емп его дожигает Это минус 4 общей сложности Единственное живое остается у нас Блода Ну ты совершенно был прав Можно было просто отступить Просто отойти Подхилиться Дождаться колдауна Всех способностей И ворваться назад Но в итоге дремкойла не было Дезворда не было Ну и пошли просто Отфидонили Оегис пять тысяч золота Пять тысяч опыта Это не критично Но это не похоже на команду Айлайн Знаешь, что это не похоже Действительно на команду Топ уровня Потому что ошибка Не даже дело не в топ уровне Или в чем-то еще Это просто не похоже на Альянс Это вовсе не похоже Такое ощущение Что им там Я не знаю Что-то сказали Или их подменили Короче Я не знаю, что с ними происходит Но Альянс Это совсем не они Да Снесли Опять же Рейнджоу Барак еще один И на центре снесли Правда там Фактически они сделали немало Фактически они сломали и Т3 Сломали Барак Провели линию довольно серьезно Но стоило ли оно того Ведь буквально дать там Минутку на то Чтобы похилиться И вернуться обратно У них даже Т1 Тауэр снизу есть Просто прибеги на базу Похилься Затепешите Или наоборот Затепешите И терпи как раз чуть-чуть Кулдауна Ну ладно Неважно В любом случае Альянс сейчас в очень хорошем положении Но есть какие-то просторы Для маневра У команды Fnatic Есть какие-то возможности Вот тот же Hex Это не орчит Ты не догернешься под Hexом Что-то на какой-то орчит С4 Я думаю среагирует А вот на Hex Он не среагирует А Лакрити Давай бить с руки Под холд снепами Есть стан Сайленс Отличная комбинация Легкие деньги Не ожидал бы Просто я схвал Что к нему так нагло придут Когда там база условно горит Пришли убили Правда сейчас Мидуана Могут подцепить ход в гос Что по Вижену И не наблюдаемо Ни до стов Ну Сентри есть Но гема нет Сентри такая если штука Против Инвокера за макшеным Hexом Ты его просто не догонишь Да и Сентри на героя Который не может дойти Чтобы как бы нажать их Поэтому да Вот я сейчас понимаю Что примерно Fnatic Планировали на игру Вот примерно вот такую доту они и планировали Инвокер покупает себе Там какой-то быстрый орчит Он бы не стал брать сразу Hex Он бы купил орчит Если было бы нормально по игре Это вынужденный такой аэтом Потому что уже поздно брать орчит И он бы вот так вот Соленова бегал по карте и убивал Но Альянс взяли подобный пик Не для того чтобы бегать по одному по карте И умирать от инвокера А для того чтобы собраться на ранней стадии вместе И вот сделать то что они сделали И почему это Fnatic сразу не поняли Я не знаю На что они рассчитывали Я тоже не совсем понимаю Им на ранней стадии Единственное что оставалось Это за счет хроносферы Проводить какие-то файты Лотосорб у нас кстати делает Вичдоктор Тоже не самое стандартное решение С его стороны Обычно это какие-то БКБ аганимы Вот Но тут он делает просто Лотосорб Снимать Хекс Это супер топовый айтем Против Хекса Хекс Сайланс там да В принципе вариант опять же Именно Пака спасать Раксу спасать Мало Абаддона Теперь еще и Вичдоктора Полный комплект Ну вот Хекс Вот он Блэкмейл Неужели опять получится убить Будет свав Сразу же Хекс И просто разваливают кабинет Тиммейтов рядом не имеется Один в один Тоже самое Только было Тут с фингой Ну вот тебе Мидуан Вот помощь Что за фигня Да И у мужа уже Блэкенбар вырисовывает Слушай не такие плохие артефакты А это дядя прыгнет две тычки и нормально Да Опять же будет хороший прыжок И хроносфера как-то очень просто Ставит войд Не имел он никогда блинк Вот блинк уже появился при даче сейчас А вот с блинком Я думаю там хроносфера может стать еще лучше И по четверым и по пятерым Неужели будет этот Биг камбэк Лода Лода потерялся в файтах Как-то мы давненько его не видели Я даже забыл Какие-нибудь артефакты Что он там делал А он уходит на второй манн Хоть да Вот появился и талисман уже И манта И блинк И будут бутерфляй на подходе Надо разобрать только драгонайлэнс Наверное Если будут брать тебя бутерфляй Ну и Ахай Говорит может быть убьем Может быть будет помощь Говорит да без проблем Приход Медуан И даже возможно без хроносферы Ахайо прыгает Эх Он не стал рисковать Да Мог на угад конечно поставить Но Аганим нет Поэтому колдом очень большой не стоило того Ну пришли не убили ничего страшного Главное сами не погибли Уши в арме дальше Можешь сейчас бы еще какие-то криты попозже будете Может быть в Кирасу посмотрим что возьмет Да Но с одной стороны криты хороши тем Что он может ваншотить Причем не одного А всю вражескую команду Кираса хороша тем что у него и так куча армора Плюс там Владмир от Вайда И еще Кираса сверху И там прям ну Несмотря на бешеный вот этот ДПС Уже будет тяжеловато пробивать А Вивер то у нас покупает себе БКБ Хилинки По сути ДПС он свой не усиливает Именно шмотками Один дизолятор на дэмэдж Все остальное дает дроу рейнджер И дровка там тоже не супер сильно одета Вот такие дела Сейчас какие то опять же можно гасты взять Действительно вот гос своего бадона есть Может не бояться Шива появляется Шива появляется Шива появилась да Этот дядя теперь еще и армированный довольно неплохо Мидван вообще рискован играл В этом файте когда внизу дофили бараки Он закупился просто в ноль Свой хекс купил Этот хекс как разтирализовать и получилось Они за счет этого и убили В тот момент бульдога Ну вот сейчас вот уже Мидван И с такой ситуацией когда он ошибался часто На центре там гос свой торнадо не дал Начинают играть очень уверенно И не только Мидван и Муша Да и все команды фнатик Как будто знаешь 20 минут они так поддавались И теперь начали играть уверенно и серьезно Дремали и просто Специально типа айландцы дали преимущество Чтоб айландцы расслабились Тоже как будто айландцы расслабились Да вот сейчас так выглядело И все уже перестали бегать Митриалхаммер слушай Ну это будет блэкенбар плюс баттерфляй Скорее всего так Сейчас берет свой драгонлайнс И докупит Пока бы и бабочку Ну да Других вариантов быть не может Такая сфера остается Сейчас фу Почти есть Ну скорее всего гоним Там все таки БКБ Агоним не помешает Под вардом правда бегаю Да вард стоит Притом достаточно долго уже И фанатики вполне могут сюда прийти в гости Правда видят только одного из фу Остальных не видно не слышно Там героев немало Но гоним это очень серьезная проблема будет для Свена Если у него поставят до включения БКБ То все Свен уже никуда не дойдет Его тупо будут расстреливать со всех сторон И вот БКБ разбирает свой драгонлайнс Остается там еще немножко доформить до бабочки До Рошана Но еще долго ждать Пока еще здесь делать нечего На этих пойдут пуши Сейчас можно даже тир 2 забрать Не уверен что Альянс собирается дефить Как они что-то формят Ну Альянс получили пару затрещин И как-то уже Страшно Страшно стало Потому что еще одна ошибка И можно уже То что там игру переломить А могут и проиграть Смело Альянс Ну вот Расперед из такой Бесполезного Очень полезно Сколько крутых фрэвис Сколько сайлансов Купил себе вейл в придачах Тоже весьма круто Я бы сказал Инвокер Бесполезного превратился в полезный Версспирт на самом деле Был всегда полезен Он просто делал то что от него требуется Ему сказали Дядя ты должен облизать мид Он облизывал мид И из-за этого он был как бы На первый взгляд юзлосом Но блин Если бы он этого не сделал Всю игру был бы юзлосом инвокер Его бы пак изнасиловал Таким дэмэджем Он просто делал бы с ним все что Даже на некоторых сайтах не показывают Так ну и вот он аганим прилетает Для СВО Это очень важный артефакт Дождутся Рошана Притом ждут Рошана Не только Альянс Но еще и фнатики готовы там воевать У них есть замечательный герой Фейслос Войт Разумеется с ним хотят ворваться А вот Альянс решили так сделать До Рошана сходить в гости К противникам Которые возможно не ожидают То что к ним придут Да они типа такие думают Там наверное Альянс Рошана убивает Пойдем-ка мы Хотя они Опа Хайо тратит Блинк Есть врыв хороший свап от Нета Сайлос по Нету И Достаточно интересные позиции Войт все-таки все равно прыгает Дает хроносферу Муши ГДС прожал БКБ пока не прожимает Ахайо выпрыгивает из собственной хроносферы И вот он прыжок Две тычки Очень больно Лода нереально жестко просел Вичдоктора сразу порвали Адмирал Бульдог вынужден прожимать таймлапс И уносить отсюда ноги Ахайо Ахайо пока будет жить Под фокусом у нас находится пак Но он сразу догернулся после Иулов Будет пока жить ХП крайне мало Просто по острию ножа обе команды перемещаются Обе команды как раз таки потеряли по одному суппорту Муши Варкрай заканчивание Варкрай еще действует За счет чего Муши то и живет И там немножко диджей тоже протянет свое время жизни Но недолго погибает Ну и в целом размены не супер сильные Но 50 секунд не будет Эр Спирита Пойдут ли дальше хроносферы При Рошан Просто Рошана можно пойти забрать Забить на их брак Ну знаешь фнатики были близки к тому чтобы убить всех Но убили только одно Вич доктора Вот такой вот 5000 дамеджа Свен внес Ну пак там остался на хп 50 ушел Свою Просто могли убить всех Но убили одного саппорта Обидно Тут реально обидно фнатикам Я уверен что сейчас И хроносферу поставили Ну вот она хроносфера Вот он СВ Он стоит говорит И что мне делать Свену больше всего обидно Он под ГДСом стоит и смотрит на эту хроносферу А потом он прыгнул с даггера Сделал две тычки Но блин Надо три было или четыре И тогда два героя просто сразу бы склеились А он это не может себе позволить Потому что они же тоже не глупые Они сразу разбегаются во все стороны как мухи И поэтому больше всего обидно наверное Свену в этой игре Потому что он имеет дикий ДПС А под него игра не складывается вообще никаким образом По сути дизейблов то вроде много Но они такие что больше мешают чем помогают Непонятно как жить Дрорейнджер там потихонечку сейчас будет выходить судя по всему В Баттерфлей Да почти есть он уже ИГМ запакованный вот так И Глимер Кейплтусорб Это Свен еще ни один артефакт Он такой полноценно прям на люту дэмэр не купил Он еще купит Но сейчас у нас есть вариант купить МКБ в перспективе Потому что Баттерфляй Если это МКБ в принципе нужно Тракса особо не опасна Там опасны скорее эсфо и бульдог Но скоро уже Тракса будет Она в принципе и уже на самом деле опасна А убивать ее В принципе можно Но с Баттерфляем будет намного сложнее Там под абаддоном придачу Тракса набирает свою мощь Когда получает уже высокий левел Там двадцатый, 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 двадцать пятый и так далее Потому что она в плюстики начинает качать И она становится уже более-менее крепкой Ну пока вот семнадцатый Ну еще вот буквально четыре там левела И будет нормально Она уже станет поплотнее и посерьезнее Ну и плюс там свой Баттерфлей это делает Байбэк есть и у Муши, и у Мидуаны если что Но барак то падает Вот чуть понемногу Там и Аегису был долго потом убивать его бесполезно один раз Очень сомнительный выглядит этот прокаст Торнадо ЕМП Вот какой был прокаст на начальной стадии Такой и на тридцать пятой минуте Ровным счетом ничем не отличается Водит имеет хроносферу Можно ее конечно было заюзывать Но какой толк Свапают диджея Нет вроде тоже выживает Барак глифом Оттягивают время жизни Но Адмирал Бульдок упаливается Ну клипы и клипы сейчас подойдут снова И под шокучами можно прийти Апиджа Игис есть Таймлэпс можно еще даже дать Прибежать Таймлэпс соберутся назад Это тоже крутая комба И все И брак упал Можно уходить Здесь больше делать вообще нечего Уйти Дважды ошибаться не будут Тем более настолько очевидные ошибки Конечно же отойдут Перетянутся на верхнюю линию Она там немного спушена Там походу форш спирит еще немного постарались А крип крип по моему Крип свена на топе По моему сплит пушит Просто Доминатор Делают грязные вещи Вот насколько хочется Это смотри сколько у него маны Уже 4 раза он так делал Как хочется все таки эту игру выиграть Как же хочется Два раза да Подвести маны Очень много Ну и почти баттерфля есть Ну вот знаешь если бы внизу не было этого провала Аталайнс Возможно карта бы уже и закончилась Альянсы в прошлой карте Вспомни в миде когда они мидл свои потеряли Это тоже был серьезный файл с их стороны Но там они чуть игру не залили Здесь это просто протягивает время А там они чуть не залили игру Так что вот у Альянс есть вот такая вот штука Что они стали более какими-то ошибко допустящими Я не знаю как правильно выразиться Которые в один момент могут просто сделать какой-то бред Причем очень очевидный бред Им не нужны Ну вот есть Демонейд Шувера и есть Моншарту Свена Спантери пьет под Элайкрити под Моншардом но очень быстро Опять же это зависит от того как ворутся в Фнатике Как будет стан прокастован от Муши Ну вот ворды, ворды, ворды все видят Алайнс вот есть девина ботами ворды И на центре ворды Сколько же вижена Вроде кажется три ворда Но они дают абсолютно всю информацию о Фнатиках Где они находятся, что они делают Суппорты Альянс всегда были на высоте И вот к слову о суппортах То что сейчас на самом деле в доте Начальную стадию процентов на 80 делают именно суппорты А как, учитывая, что игры сейчас достаточно быстрые То начальная стадия это практически вся игра Хорошо начал, в большинстве случаев довел игру до победы Ну и развод на иллюзию траксы Типа вот она иллюзия такая, вырывайтесь, если хотите Как там все люди исчезают Детра основа По мне там Метеор у нас еще в игре не было От Медуана А толку от этого Метеора, там он очень слабый И вообще от Медуана толку уже То есть опять получается так, что Фнатик задумали какую-то стратегию Если в прошлой игре у них хотя бы эта стратегия Поначалу более-менее шла, но потом проблемы пошли Тут она под конец немножко пошла Да, тут она под самый конец Ну прям совсем поздно Какие-то стратегии слишком поздно себя раскрывающие Адмирал Бульдог может встрять, но нет Пока живет Хроносфера все-таки есть Причем довольно неплохая Можно побить было по иллюзиям Штормхаммер в итоге доджится Поднялся я в Юлы И Свен просто не может Посмотри как он бегает просто Он не может выйти из этой зоны Что-то на музычку смешную ставить Вот, заканчивается Дрим Койл Но БКБ также заканчивается Свена один раз ударили Он уже дико замедлен Есть Фар Край, Штормхаммер Нападение, Лоду Всей семьей пытается забрать Прожимает сыр Лоди очень больно Срабатывает пару раз баттерфлей Но это не спасает ЕГЭ мы также разорвали на части Минус 3 делают ребята из Фнатик Даблкил оформляет у нас нет Как ни странно С4 отсюда ретировался И вот эти бешеные Ну вот, да Дэмодж от Свена Даже не знаю, насколько там Насколько много Но тысяч пять, я думаю, внес Один лишь Свена Хоть и опять же стоял, ворвался Не знал, что делать Под Рим Койлом Ушел Пак в Юл Но Обратил я время Внимание на время респауна Рошана Дополнительно это время Три минуты двадцать две секунды Ровно Отличное время респауна Просто замечательное И 4 200 Свена После этого файта Очень много денег Возможно, не хочет тратить сейчас Муши деньги Чтобы полностью Статься без байбэка Я думаю, еще может пофармить Но вот они графики Для такой минуты Там десять тысяч Это уже не так страшно Еще один такой файт И Фнатики могут откомбочить полностью Тракса Мы видим, если она подходит в контакт А с Муши То шансов выжить нет Она просто получает по голове Батерфляю тебя Либо Бат-2 Батерфляю Неважно Муши тебя берет и убивает А такспид теперь уже хороший Если раньше у Свена Проблема была с атакспидом И если допустим из трех тычек Одна доджится То страшно Сейчас из трех тычек Одна доджится Ну пофиг я тебе четвертую дам Через долю секунды Так как уже с муншардом атакспид Ого-го какой хороший Так и есть Кстати и правда Вот неплохое решение Если у тебя конечно есть Дейдалус То тогда да Если ты с криты промахнешься Будет очень обидно А так У него по сути каждый удар крит Мы будем смотреть Что он купит себе дальше Рошаны естественно Будут ждать оба коллектива Тяжело конечно В таких условиях Фнатик Загнали себя прям вообще В угол И пытаются Выкарабкаться Получится Не получится Будем смотреть Ну вот Сван Паратворца Можно найти топ-1 Потом где Сван всех перегнал Хоть в тракса все будет оформила И внизу намечается что-то очень интересное Потому что Фнатик шикарный вард стоит И Охайо Нет Решили отойти сейчас Снова Ветра Снова ЕМП Все то же самое Каждый раз И Рокер что Главное еще дать Лекрити На своего тиммейта Муша Если это будет под Лекрити Сван то будет вообще Все шикарно Он уже начинает раскастовывать Хотя твоего дисматики Сейчас уже хотят Понимают что можно ворваться И реально почувствовали вкус победы Что можно победить Вы ведь не проиграли Да и Даус почти все равно есть Альянс тянут время Потому что по миду крипы пушат Альянс на самом деле Тоже не против подраться Но они хотят подольше Подольше Вот чтоб эти крипасы там Поломали все здания И в итоге Фнатик понимает Что чем дольше мы тут стоим Тем быстрее у нас упадет база Нас тупо разводят Просекли И спокойно корректировались Тайдаус уже практически у Сфена Вот это тоже конечно интересный вариант Не делать себе МКБ А купить именно Тайдаус Деньги то есть Но вот как мы видим Свободного золота После байбэка останется только 400 Если он потратит свою голду Сейчас платить нельзя конечно Сейчас это будет рискованно Ну решили не Доминатор еще можно продать Ну можно и Апнуть доминаторами тоже Муншард можно съесть Муншард можно скушать Да Просто освободить слот Нужно по любому Ну попозже Скушать Муншард Доминатор все таки нужен там Манжор И можно крипа приручить Пушат линию Да ему много чего нужно Ему как бы Просто опять же Очередная проблема Как и у темпларки Даггер вроде нужен А вроде как уже На такой стадии Он должен еще что-то давать Этот айтам помимо блинка Ну здесь наверное От него можно отказаться Все таки имеется Винга Имеется Войт И там инвокер Всегда с ветра Можно просто пешочком подойти Ну не знаю Тут прямо такого Масхева как у темпларки Сказать нельзя И вот Рошан Ах его Да ладно Заметил или нет Вроде помигал или нет Интересно Да вроде помигал Вроде помигал Да но и фу Это было бы очень обидно За секунду уйти Ну и фнатики Ставят по чужим вардом Здесь его не разбивают Гема у них соответственно Пока нет Ну и гем зато есть В командой лайнс Да ОСФО Ну и купил себе Бульдог Демонейдж Потом купил себе Просто гиперстоун Всего по чуть-чуть взял Сам не знаю чего хочешь И вот он смоук Вот он смоук Сейчас попытается Фнатики куда-то выйти Опять же вард стоит И Смотрим Может под его критик Пока смоук не вязается Ну это вард Опять же кажется на такой минуте Не факт что он там будет стоять Без гема его найти Крайне сложно Сейчас в центре стоит Никто не будет на такой минуте На таких местах И смоук просто под вардом Сразу мигает Туда Аки горит Ребят Там смоук Ну и можно просто сейчас Там потопомешку подпушить Или полетят на Рошана Да то есть смоук в Рошана Заходит Да Вы находитесь в Грейжене Травела Покупай Ну 3 800 денег Так хочется конечно Купить и Дайдаллс Но он очень далеко Оно очень далеко Надо бежать уже туда Пока отпушивают линии Да еще отпушить надо все И низ и топ Да и на топе линия подпушена Врыв На Вивера Отлично Хроносфера ставится Минус вирм просто моментом И где же Ну Муши очень далеко Муши не будет В итоге да по троим Муши отсутствует Диджей под фокусом БКБ у Мидвана Фокус от Аки Аки вроде выживает Бласт мимо Мидван под диким фокусом от Дроу Рейнджерки И вот наконец таки Звездный час лоды настал Муши только только подтягивается Но тиммейта всех перестреляли Это была все таки ошибка Несмотря на то что Вивера они стерли быстро Но Вивер байбэкнулся Пошел таймлапш Да и вернулся Ну тут непонятно Ошибка конкретно Муши Либо остальные команды Фнатик Потому что Фнатики полезли без Муши А Муши отпушивал Поэтому тут Точно не ошибка Муши Как может быть его ошибка Если команда Отдает себе отчет В том что она нападает без него Он же ж не улетел В последний момент И он там ни чем пойми занимался Он отпушивал 2 линии И Муши был там остался База просто падала Такое решение просто приняли ребята из Фнатик И это было ошибочным решением Тем более Вивер Как раз таки тот герой Который может байбэкнуться И вернуться файт моментом Да Просто моментально Ну и Айлайнс Знать что инвокер еще не 30 секунд Можно его еще на байбэк Развести Скорее всего придется Без байбэка инвокер сейчас Ничего не сможет сделать Ну да Видим Айлайнс В Лайте любит Умеет играть Ты в принципе говорил Когда мы еще только пришли И увидели этот матч То матчи будут долгие С Айлайнс Байбэк от инвокера есть И все И Айлайнс На что будут отходить Будут ждать пока С Айлайнсом Вот так вот сейчас прямо Торопиться Они отсюда вряд ли далеко уйдут Скорее всего будут где-то здесь халдить Но До тех пор пока Не пропушатся линии Тут немножко нагреть Фнатик Они не будут идти в лобовую Им это не надо Фнатик сильный на самом деле Уже достаточно Но на бобон один только стоит Ну Суэрс доедался чего стоит Даже от того что зависит много Как он начнет бить Как ему будут на криты прокать Надо пользоваться Ты сломал два лайна И Ребятам из Фнатик По-любому придется кому-то отходить Дефить И как только кого-то одного нет Можно цеплять и убивать Видишь Топ сразу отпушивается Сколько всего Просто комплект Всего И Кираса И Японий Бустер Скорее всего Для какого-нибудь Мы их к сожалению не видим за рамки Но я думаю для Абадона Скорее всего Для Абадона Аганим это шикарно Абадон это вообще забей Там можно уже просто Не то что суицидится Даже не суицид будет Можно просто Райткликнуть на базу вражескую Под ультом Абадона Да И плевать Не видим все равно Мы не узнаем Ну да Для потом Потому что в принципе В теории фнатики могут Мега крипов дефить Имея Свена С этим дэмэджем лютым И мега крипов это еще не победа Команда Айлайнс Да Далеко нет Да Это не проблема На такой минуте С таким дэмэджем адепить Три удара Это пачки мега крипов и нет Ну и фнатики Там опять же Айгис С Айгисом Не очень круто воевать Вивер Хоть и Байбак сделал Но у него будет Вторая жизнь Ну и сыр Разумеется 5900 от Тюбака Можно купить Кликнул какой-то Хекс себе например Что кстати было бы очень круто Да Тем более денег хватает Проблема в том Что от Хекса Не так много пользы В силу того Что там Никто не поможет Он ворвется до С Хекса Кто ему поможет Кто внесет Остальной дэмэдж Не помешала бы Алибарда На какой-нибудь Абадоне Например Вот одна Алибарда Она могла бы очень сильной помощи Потому что БКБ уже там Ну хотя еще 8 секунд Не так часто Муша БКБ-то не нажимал Так получилось Лишь два раза Не требует К иммунитетах магии Тем более сейчас БКБ Нажимает не нажимает Там Дримкойл И особо БКБ погода не делает Не ну если он нажимает до Дримкойла БКБ то оно делает погоду Ну да Оно спасет Но если он уже попал под Дримкойл То уже БКБ нажимать толку нет Все равно выйди из зоны Тебя забашит Такая механика интересная Ну пока дефят фнатики Опять же без проблем отпушивают На Айлайнс Чего-то ждут Аегиста скоро дропнется Надо либо идти Либо опять же сейчас Аегист дропнется А фнатики сами пойдут в бой Они отпушат линии И пойдут просто в смоках Вот так вот Две минуты Айлайнс На топе Бульдог Остается одна линия у фнатиков Которая стоит с браками И Вивер Вивер кстати без байбэка Но он с Аигисом Поэтому я думаю он так нагло играет Сейчас не может 6000 с фону Что-то может купил Нет? Нет, ничего не купил Перекупил Ага, ну и вот он Абадон с Аганимом Да, вот это жесть Вот этого походу и ждали Ребята, погодите Сейчас Сейчас будет весело У него еще и ГОСТ есть Полный комплект Да Ну и вот он Хороший Расселакт Ключевые Очень много всего Правда остается пак без байбэка Но там три золота На три И одна еще немножко накопить Одну клипочку Буквально убить Ну и вот он и Гарим Дичайший будет просто резист Входящего урона Неважно магический Физический И весь урон будет Очень сильно поглощаться В большом радиусе От Абадона Под активированным Ультимейтом Который будет действовать Дольше, чем обычно Там 7 секунд Да, очень долго 7 секунд С Аганимом 7 секунд Это просто нереально И дэмэдж Будет поглощаться В 50% То есть это нереально Против Против любого дпейсера Такого жёлтого Даже магический Особенно против свэна Но это идеальный артефакт Ну и заход просто так в тупую Бульдог опять же имеет тег Аегис Хекс получил врыв Раз-два удара Ставит с хрансфера на Аке Ну как-то пока не очень понятно Как-то Получается ли забрать? Да, всё-таки Получается выбить Аегис Но там ещё по-моему БКБ было прожато от Вивера Так что не совсем приятно Абадон ждёт момента Чтобы ультануть Абадон ультует И тут надо как-то пытаться Наверное всё-таки фоксить бараки Или будут драться Фоксит Муши Муши очень больно Но он жёстко арнированный Поэтому как-то терпит Ну как же его в спину Больно расстреливают Муши За мгновение Есть Мегакрипы Могут дефить Но станут ли дефить ребята И снать Тут на спать продолжается Диджей под фокусом Больно Мидуан был под Хексом Пережил этот Хекс И уходит Ахайя так же вынужден отступить Рефреширу Свена Рефреширу Свена Это конец, но очень-очень красивый конец. Ну что ж, Альгианс со счетом 2-0 выигрывает в этой встрече. Показали они отличную стратегию как в первой карте, так и во второй. Причем они читают полностью своего противника, начиная там от каких-то мест, куда надо давить. Это лишь рак в первой карте. Здесь они сыграли просто шикарно, поставив две дабл-линии. Ну, более титан.